Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ. Мы находимся в цехе финальной сборки фабрики Halton. Вот уже, видите, подготовили коробки наши китайские друзья для упаковывания новых самокатов. Сейчас покажем вам, как здесь все происходит. А сначала небольшой анонсик. Модели это обновленный Halton RS-03. Точнее, не то, что обновленный, он в принципе полностью заново спроектированный, с другой вилкой, другие тип мотор-колеса. Но, к сожалению, данный аппарат в серию выйдет только в середине следующего года, пока он проходит испытание здесь в Китае, потом будет проходить испытание в России. Сделаем тест на него, как он попадет к нам в руки. Сейчас, в целом, расскажем, что здесь изменилось. Смотрите, во-первых, элементы подвески здесь на подшипниках, то есть в эти рычаги запрессованы подшипники, и теперь уже не будет никаких проблем с эксплуатацией, как у прошлой генерации. Добавили два амортизатора закрытые. Скрипеть они больше не будут, как было раньше. Мотор-колеса стала мощностью не 1200 ватт, а 1300, то есть в сумме будет 2600. Дальше. Передняя вилка. Очень мне понравилась ее работа, то есть она реально работает. Реально работает. Самокат ведет себя очень комфортно на дороге. Я уже чуть поездил, здесь по цеху поездил по сборочному. Очень прикольно. Ну, еще много кое-каких изменений, которые мы расскажем вам потом, когда самокат уже будет готов к серии. Мы протестируем его в России и вам все покажем. А сейчас я вам хотел просто показать, как все происходит. Это цех, как я уже сказал, в финальной сборке. Вот смотрите, вот здесь мотор-колеса лежат. Здесь собраны рамы, уже прикрутили на них гусаки. Здесь вот стоят самокат уже готовы к установке батарей. Вот наши друзья тут уже что-то делают, колдует. Вот смотрите, всякие лоточки тут, как все у них лежит. Курки газа, замки зажигания. Такие букеты красивые из портов заряда. Тормозов огромное количество. Всякие болтики под каждым элементом самоката, подвески, деки. Каждый болтик все разложено у них красиво. Дальше, что мы вам еще покажем интересного. А, вот, кстати, что я тут еще нашел. Это у нас рулевые забрендированные Халтон. Выносы, всякие хомутики, рули, рули. Вот так это все происходит. Хочешь руль установить, взял руль, взял рулевую колонку, пошел прикрутил. Сейчас пока обед, все на обеде, сотрудники фабрики. Мы решили небольшой видосик, коротенький, заснять. Ну все, потом все это собирается, упаковывается в забрендированные коробки и отправляется в Россию для конечного потребителя. Ну вот теперь поеду прокачусь. Это, кстати, новая модель RS2. Смотрите, какие покрышки другие уже установлены, тормоза гидравлические. Тоже они будут в середине следующего года. Хотел бы протестировать, прокатиться тут по местным китайским кварталам. Вот товарищи мне дали шлем для безопасности. Сейчас одеваю и поеду, прокачусь. Посмотрю, как работает подвеска и как он вообще тянет. Все, поехали. Это со мной сопровождающий, чтобы я не заблудился. Попробуем, сколько он выжмет. Аккуратно надо быть здесь. Что-то я поднавалил чуть-чуть. Мой товарищ потерялся. Вот, кстати, можете посмотреть, на каком самокате мой китайский друг едет. И, несмотря на то, это самокат уже с 2015 года у него. Ездит на нем каждый день. И, кстати сказать, это директор фабрики, в котором собирается самокат Халтон. Никогда бы я не подумал, что это такой большой человек ездит на таком стремном самокате. Но ему нравится. Вот он мне экскурсию проводит по районам китайским. Да, то, что тормоза стали гидравлические, это, конечно, сусор. В Китае тоже много пробок, поэтому электротранспорт здесь завоевывает рынок. Так, что это? А, вот смотрите, это парковка возле школы. Все на электро. Все на электротяге. 80% точно. Есть, конечно, бензиновые скутеры, но в основном все ездят на электро. Полицейский нам сказал, что сюда не надо ехать. Махнул. Школьника обгоним. О, вот так здесь переходит дорогу. Просто рукой показал, все остановились. Подвеска супер работает, правда здесь дороги хорошие. Особо не протестируешь? Ну ладно, затестим. Какой-то мост через реку. А, вон вижу пляж. Люди купаются. 30 градусов позволяет купаться. Мы сделаем еще, наверное, 3-5 видео. На разных фабриках побываем. Там Халтон. Здесь собираются только RS2 и RS3. Другие модели собираются на других фабриках. Поэтому тоже вам покажем, расскажем, как все там организовано. Здесь это небольшой цех финальной сборки. Он вообще не такой уж и огромный. Мы с вами побываем на фабриках реально огромных. Фабрика в полном смысле этого слова. Так что спасибо, что с нами. Не забывайте на инстаграм подписываться. Там, кстати, тоже много всего будем постить интересного, что здесь увидим. Все, друзья, всем пока.